Шалом! Что такое язычество? Само это слово происходит от церковнославянского «языцы», которое в свою очередь означает просто «народы». В еврейской Библии «народы» это практически синоним слова «язычники». Это не евреи, люди, не знающие Бога, которые до прихода Мессии за редким исключением поклоняются своим собственным богам, не Богу Израиля. Богу Израиля поклоняются в то время только евреи. Но то в еврейской Библии, а сегодня Богу Израиля поклоняются также и не евреи, а верующие в Мессию Иешуа, то есть Иисуса Христа. Поэтому для нас язычество – это уже не просто религии всех неевреев, а что-то другое. Что же именно? Словарь скажет вам, что однозначного определения язычества нет. И приведет несколько вариантов. Мне ближе всего тот, который определяет язычество как идолопоклонство, то есть как поклонение творению, одному или нескольким, вместо поклонения творцу. Но почему мы вообще ведем речь о язычестве? Дело в том, что среди как мессианских евреев, так и неевреев, интересующихся иудаизмом, нередко можно услышать такое мнение, что между христианством и язычеством разница или нет вообще, или она очень несущественная. Причем эти люди имеют в виду не только католицизм и православие, которых и некоторые протестанты обвиняют в язычестве, они имеют в виду также и протестантизм. А если поинтересоваться, на каком основании они так категорично ставят всю эту ветвь христианства на одну доску с язычеством, то в ответ вы услышите самые разные вещи. Там будет и греческое мышление вместо еврейского, и церковный календарь вместо библейского, и рождественская елка, и пасхальный кулич. Вот хочется теперь спросить, а как же церковь превратилась-то в такое жуткое явление, как сборище язычников? Очень просто иногда звучит такой ответ. Оставили еврейские корни. Дескать, в ранней церкви с еврейскими корнями веры все было в полном порядке, тому и была там стерильно чистая вера. А вот корни оставили и скатились в яму. Ну и какой вывод мы отсюда должны сделать? Ну такой, что основная гарантия истинности нашей веры, это ее укорененность во всем еврейском. Потому что все, что не еврейское, то языческое. Желание упрощать по-человечески понятно. Но реальная жизнь штука сложная. И неуместное упрощение чаще всего вводит в заблуждение, чем помогает. Поэтому нам придется отказаться от такой простоты и попытаться подойти к делу немного серьезнее. В конце концов, подумайте вот о чем. Дольше всех, кто приравнивает христианство к язычеству? Правильно, не мессианский иудаизм. А точнее, иудаизм анти-мессианский. Тот самый, который изначально добивался распятия Ишуа и гнал его последователей. Как еврейских, так и нееврейских. Который по сей день считает его не воплощением Слова Божьего, а мертвым евреем, которого не евреи обожествили. И если вы, ревнуя по чистоте веры в еврейского Бога, вдруг оказываетесь в компании Каиафы, то в этот момент, мне кажется, будет совсем не лишнее спросить себя, а хорошая ли это компания. Понимаете, не всякая еврейская компания хороша. В евреях тоже нужно разбираться. Так что давайте не спеша и по порядку. Для начала договоримся, что язычество это поклонение не творцу, а кому угодно или чему угодно другому вместо него. Такое поклонение происходит либо вследствие невежества об истинном Боге, либо вследствие отвержения знаний о нем. Так или иначе, Богом как таковым язычник не интересуется, потому что он человек исключительно практичный. Как сказал Ишуа, главная забота его это еда, питье и одежда. Так что его Боги, по сути, поставщики этих базовых благ. Солнышко, то есть Ярила, светит на поля, дождик их поливает, земля-матушка выращивает урожай и так далее. И ради исправных отношений с ними, со всеми, язычник выполняет все обряды, как полагается. А Бог Израиль, он другой. Он ожидает, в первую очередь, ни обряда, ни жертвы, а доверия к себе и послушания. Особенно в форме милосердия к людям, причем вне всякой связи с наличием урожая или отсутствием оного. Не хлебом единым, как говорится. Но довольно общих рассуждений. Перейдем к конкретным христианам. С протестантами разобрались в прошлой программе. А с православными и католиками что? Куда их запишем? В язычнике или в христиане? Всех под одну гребенку стричь, по-моему, нельзя. Конечно, многие из них, если не большинство, думают, что максимум небесного внимания, на который можно претендовать нам, простым смертным, это аудиенция у Девы Марии или какого-то святого, которых надо просить заступиться за нас, перед Богом. А говорить с Богом Отцом или Иисусом Христом без посредников – это не для нас, не для простых смертных. Если человек по-настоящему уповает не на Бога, а на Богородицу и прочих небесных заступников, то назвать его верующим не при всем желании трудно. Тем более это относится к исповедующим обряда верии, то есть к уповающим даже не столько на небесную помощь, в ответ на прямое обращение к небожителям, сколько на выполнение тех или иных действий – целование икон, зажигание свечей, совершение крестных знамений двумя перстами или тремя и так далее. От такой веры в кавычках до магии, по-моему, всего один шаг. Другое дело, что среди и православных, и католиков, есть такие, которые, несмотря на молитвы Марии и святым, все-таки имеют настоящую веру в самого Бога. Они поклоняются Ему, молятся Ему, читают Библию и стараются жить по-прочитанному. О том, почему я их не считаю язычниками, я уже говорил в программе под названием «Мессианские евреи и христианская церковь». В двух словах, да, в их жизни, возможно, есть те или иные языческие элементы, но при этом нужно четко понимать, что подобные вещи есть в жизни каждого верующего человека, и разница лишь в том, что у одних это элементы язычества грубого и легко распознаваемого, а у других элементы язычества гораздо более тонкого и изощренного. А что же насчет елок и куличей? Разве эти вещи не являются, как минимум, языческими элементами в христианстве, такими же, как культ Марии у непротестантов и культ телепроповедников у протестантов? Что насчет календаря и нечистой пищи? Я не обещаю, что за оставшиеся несколько минут отвечу на все вопросы, но давайте с чего-то начнем. Например, с Рождества. Этот праздник называют неприемлемым для верующих в силу его некошерного, так сказать, происхождения. Что значит некошерного? Во-первых, не библейского, дескать, еще не заповедовал праздновать день его рождения. И во-вторых, языческого. Ну, прежде всего, давайте уточним, что насчет происхождения товарищи правы. Действительно, заповеди праздновать Рождество нет ни в Танахе, ни в Новом Завете. И действительно, 25 декабря праздновалось в Римской империи до 3 века н.э. как день рождения непобедимого солнца, поскольку тогда это был день зимнего солнцестояния. А праздник в этот день был не только у римлян, но и у других народов. И, конечно, суть его действительно была изначально чисто языческой. Это был повод поклониться солнцу. Насчет этого спору нет. Тут мы имеем дело с фактами. Но перейдем от фактов к аргументам. Аргумент первый. Ишуа не дал нам заповедь праздновать Рождество. То есть, не написано такого в нашей книге. Хорошо. У меня встречный вопрос. Сам-то, Ишуа, жил по этому протестантскому принципу соло-скриптура? То есть, исключительно по написанному в Танахе? Разумеется, нет. Он отмечал Хануку. Он посещал синагогу. Он сказал слова о реках живой воды. Именно в последний день праздника Суккот, когда в храме совершалось возлияние воды, он пил на Песах четыре бокала вина, возлежал за пасхальным седером и пел псалмы после него. Все эти вещи в Танахе не упоминаются ни словом. Они уходят корнями не в Танах, а в еврейскую историю и традицию, в том числе постбиблейскую, то есть созданную после последнего библейского пророка Малахи. Так что вопрос тут не в том, написано это в Библии или нет, а в том, противоречит ли это написанному. Ишо спорил с фарисеями об их традициях лишь тогда, когда эти традиции аннулировали Писание, как в случае с так называемым Карбаном. А когда традиция Писанию не противоречила, у него не было с ней никаких проблем. Поэтому если ученик Ишо, неважно кто по национальности, хочет праздновать день его рождения, тот самый день, в который ангелы с небес возвестили великую радость о рождении Спасителя всего мира, я в этом не вижу никаких проблем. Еще раз, действительно, это не заповедь Божья, но и греха в этом, по-моему, никакого нет. И если в этот праздник вы не только дарите друг другу подарки и вкусные едите, но и благодарите Бога за рождение Ишо, то это наверняка благословение. Следующий вопрос. Что насчет даты Рождества? Я не думаю, что более или менее правильное или точная дата Рождества так принципиально. И языческие празднества, устраивающиеся 25 декабря, лично для меня не более чем древняя история, которая не имеет ко мне никакого отношения. Я вырос в коммунистической России, где праздновался Новый год, а не Рождество, поэтому ни 25 декабря, ни 7 января не ассоциируется у меня ни с какими древними или современными языческими обрядами. Язычество для меня, как я говорил в предыдущей программе, это действие, происходящее прежде всего в человеческом сознании. Возможно, для человека, воспитанного в языческой культуре, в которой в этот день вся семья совершала некие национальные обряды в честь солнца или кого-то еще, перестроить сознание будет сложно. В таком случае, конечно, праздновать Рождество 25 декабря будет непросто, и нужно будет либо преодолеть эти сложности, либо праздновать его в другой день, или даже, может быть, и не праздновать вообще. Но если такого прошлого за плечами нет, я не вижу потенциальных опасностей в той или иной дате. То же самое касается елки. Безусловно, можно найти в язычестве обряды, связанные с деревьями и их украшениями. Означает ли это, что теперь елка или елочные гирлянды и игрушки сами по себе являются чем-то языческим, то есть уводящим нас от Бога, оскверняющим наши умы, сердца, тела и дома? Если да, то давайте просто вырубим все эти творения Божьи, еловые леса, то бишь, если уж не на всем земном шаре, то хотя бы где сможем, дьявол, очевидно, посадил ели там, где они растут. А заодно давайте удалим все изображения всех ели из всех книг, музеев и интернет-сайтов. Или, по крайней мере, будем отворачиваться от них при случайной встрече с ними взглядом, как мы отворачиваемся от некоторых изображений на экране компьютера, телевизора или в кино. Непристойных. Елка – творение Бога. Вы можете наслаждаться запахом хвои или проводить языческий обряд перед ней. В обоих случаях она остается тем, чем является. Просто деревом. Если вы не можете освободить свой ум от языческих ассоциаций, связанных с ним, с ней, с этим деревом, не ставьте рождественскую елку. Ставьте букет роз или вообще ничего не ставьте. Еще одна, кстати, креативная идея – ханукальная елка. Американское изобретение, которое по-английски называется ханукабуш, то есть, дословно, ханукальный куст. Внешне мало чем отличается от рождественской елки. Можете поглядеть картинки в интернете. Изобрели этот ханукабуш американские евреи, как я уже сказал, которые, глядя на христианскую рождественскую елку, решили, что они ничем не хуже христиан. Конечно, другие евреи их обвиняют в подражании христианам и склонности к ассимиляции. Но то же самое можно сказать и о тех, кто лет сто тому назад изобрел обычай бар и бат митцве. Это еврейская калька с обряда конфирмаций, который проводится в западной церкви. Привлекательно христианству. Ничего не поделаешь. Но если говорить по сути дела, то вот что сказал об этом ханукабуш американский раввин Рон Айсакс. Сегодня мне совершенно ясно, что это дерево стало светским символом американского коммерческого праздника под названием Рождество, а не рождение Иисуса. Поэтому ставить его или нет это вопрос, на который каждая семья должна отвечать по собственному усмотрению. Определенно, есть некоторые еврейские семьи, которые чувствуют, что могут поставить у себя в доме дерево, не принимая при этом христианского смысла праздника. Цитата взята из английской википедии. Разумеется, он раввин не ортодоксальный, а консервативный. Я привожу его цитату не для того, чтобы призвать вас следовать его совету отделить елку от рождения Ишуа, отделить Рождество от рождения Ишуа. Вы сами можете решить, на мой взгляд, что праздновать, когда и как. Я цитирую это, чтобы показать, что не нужно быть мессианским гением, чтобы понять. Елка – это елка, Ишуа – это Ишуа, солнце – это солнце, а ваша голова – это ваша голова. Не надо, пожалуйста, все это мешать в одну кучу, тщательно размешивать, и потом с пеной рта доказывать всему белу свету, что эта ваша смесь была прежде сотворения мира и пребудет вовеки. В общем, с наступающих, а ну-ка и вас! Шалом! Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Продолжение следует...